Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Катрин Лин Сейдж. Американская художница, сюрреалистка, поэтесса. Родилась 25 июня 1898 года в Нью-Йорке, умерла в 1163 году. Родилась в богатой семье, дочь сенаторов. Юность провела путешествие по Европе вместе с матерью. В 1122 отправилась в Италию, жила в Риме, где изучала итальянское классическое искусство. В 1137 году Кей переехала в Париж, где она познакомилась с художником Ивом Танги. Сейдж присоединилась к парижской группе сюрреалистов. В 1138 году, в 1140 Кей вернулась в США. В том же году в Неваде Сейдж и Танги поженились. Когда началась Вторая мировая война, она помогала большинству художников-сюрреалистов, ее круга, сбежать из Европы в Нью-Йорк. Используя свои связи и знакомства, она основала общество по сохранению европейской культуры, организацию, через которую привозила европейских художников в США, организовала выставки и продвигала художников-сюрреалистов. Ее муж Ив Танги уже считался выдающимся сюрреалистом, прежде чем последовать за Киев в штат, где они наконец поженились и поселились в коне. Кей купила старое колониальное поместье и превратила местность вокруг него в пейзаж, напоминающий картины Танги. В ее картинах наблюдается интересная смена темы после встречи с юриалистами и Танги. Несомненно, существует влияние обширных ландшафтов Ива. Но есть также своего рода отчаяние, которое раньше не было. Конечно, в то время была Великая Война, слишком много разрушений и страха, которые сказались на ее душевном состоянии и отразились в картинках. Я цитирую Википедию. В образах Кей все кажется неподвижным и вялым, как прогулка по постапокалиптическому пейзажу или дурное предчувствие. Здесь есть таинственные строительные леса, необычные здания, привлекающие внимание архитектурным парадоксам. Ив Танги был предан ей. Через некоторое время в их совместной жизни стал больше пить, в итоге регулярно напиваясь и становясь агрессивной. Он оскорбил и унилки на глазах у ее друзей. Есть свидетельства о его насилии по отношению к ней, его возмутительном поведении и ее молчаливом повиновении. Она развелась с ним, но не могла покинуть Танги, несмотря на то, что он так с ней общался. Она считала его любовью всей своей жизни своим главным вдохновением. Он умер от алкоголизма в 1955 году, упав с кровати, и ударившись головой. Ей было 55 лет. После его смерти у Кеи не было завтрашнего дня. Первый раз, когда она попыталась покончить с собой перед дозировкой таблеток, у нее ничего не вышло. Последние годы она полностью потеряла зрение и больше не могла рисовать. 8 января 1163 года она выстрелила себе в сердце. Свои предсмертные записки написала. Первая картина Ива, которую я увидел до того, как познакомилась с ним, называлась «Я жду тебя». Я пришла. Теперь он снова ждет меня. Я уже в пути. Вот так написано в Википедии. Грустно, конечно. Вот так вкратце о американской художнице, сюрреалистке, поэтессе Катрин Линдсейдж. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.